То, что сейчас происходит на Украине, это реально грустно, потому что у меня очень много родственников на Украине. Я абсолютно не понимаю, как любой гражданин, вообще любой страны, что мы делим. То есть это близкие мне люди, и для меня вот это шок, реально, когда люди убивают друг друга. А с другой стороны, мы все знаем, что война — это отмывание где-то денег, это дележка власти, политики и денег. И наши президенты должны научиться договариваться, идти на какой-то компромисс. И каждый должен думать, хотя я в этом очень мало сомневаюсь, люди, которые беспомощные, то есть гибнут простые люди, а кто-то на этом зарабатывает деньги и миллионы. Значит, это кому-то надо. Хотела бы, чтобы закончилось как можно быстрее, но делиться с трудом. Как раз делят, не знаю, делить нам нечего. Это моя абсолютная точка зрения, потому что я родилась на Украине, у меня очень много родственников, и мне кажется, даже между нами иногда происходит в разговоре, мы почему-то стали делить москалей на это, грустно. У нас вообще у всех, вот все, что происходит в стране, война. Мне кажется, это вот такая глупость, потому что мир один, если он исчезнет, мы исчезнем все сразу. Я, ну, детский призыв, ну, за мир во всем мире. Делить нам нечего. А когда и чем все-таки закончится? То есть, когда не скоро, да? А чем? То есть, все в итоге придет к чему? Вот на ваш взгляд, то есть, мы не говорим, что хотелось бы, понятно, что всем хотелось бы мира, да? Ну, вот, и какого-то нормального существования. А вот, все-таки, чем все закончится? Ну, мне бы очень хотелось бы вот ошибиться, но если не будет никакого перемирия, и люди будут уничтожать, я имею в виду, на Украине друг друга, да, то, ну, наверное, через год от этой страны практически ничего не останется. Надо думать все-таки о своих гражданах в этой стране, и политикам. К сожалению, от простых людей очень грустно, но мало что зависит.